Более 600 православных нижегородцев совершили традиционное паломничество в город Владимир, к покоящимся в Успенском кафедральном соборе мощам основателя Нижнего Новгорода. Поездка накануне Дня памяти благоверного великого князя Георгия Всеволодовича была организована по благословению правящего архиерея Нижегородской епархии Владыки Георгия. Подробнее наши коллеги из телекомпании «Образ». Основатель Нижнего Новгорода Георгий Всеволодович отличался благочестием и добрым нравом. Он строил церкви, почитал священнослужителей, помогал бедным. По традиции в середине февраля сотни нижегородцев отправляются в Успенский собор города Владимира, чтобы поклониться мощам великого князя. Дал же Бог родиться на земли с русской, где свято водиться, путь спасен вешу русский. Партаерей Сергий Муратов, духовник Дзержинской православной гимназии, поучаствовал в этом крестном ходе впервые. В поездке он выступил перед нижегородцами с музыкальной проповедью. По словам священника, паломничество учит верующих духовной жизни. Само житие князя Георгия может послужить любому православному человеку хорошим уроком. И те задачи, которые стояли перед ним, перед нами стоят сейчас, может быть, даже в большей степени. Сохранение единства страны, крепость в вере, то, как жил князь. Это же пример для тех детей, для нас самих, как жить в этом мире. Порой спрашивают батюшка, а как жить? Вот посмотри на князь Георгия и живи так. Крестный ход – это прежде всего молитва, благоговение перед святыней, очищение сердца. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Среди нижегородцев, которые собрались в древнем Владимирском храме, было много детей. Они вместе со всеми побывали на богослужении в церкви, где в 13 веке проходило венчание князя Георгия. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Так приезжают дети, как и в церковленные, как для которых это нужно, ходить в храм. Так дети и не в церковленные. Но они приходят, они с вами встречаются с Богом, и они все равно. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Новгород охранял ее границы. Сейчас два города связывают молитвы князю Георгию, святому русской православной церкви.